Если экстерьер шикарен, в документах все в порядке, то можно прямиком на выставку собак. Участвуют в ней самые лучшие представители охотничьих пород. Лайки, их большинство, гончие, таксы, дратхары, спаниели. Здесь также были замечены по одному курцхар и английский сеттер. Придержаны традициям, таким классическим, лайка, гончие, которые у нас прижились, которые пригодны для наших охот. Чтобы выбрать собаку, нужно, во-первых, изучить родителей, во-первых, определиться, на какой вид ты будешь охотиться. Если будешь на зверя охотиться, значит выбирать среди зверевых производителей, которые работают по зверю, по-крупному. Из этого уже вероятность всего при правильном воспитании выйдет хорошая собака. То есть там все задатки родителей, твой подход, твои навыки, ну там и зависит уже, наверное, процентов 60 зависит уже от охотника. Бывает собака хорошая в рабочих качествах, но невозможно, например, неуправляемая в быту, там, например, кусается, там, агрессивно к домашним относится, то это тоже не есть хорошо методом кнута и пряника, без этого никак. Слишком добрым для собаки, ты должен быть лидером своей собаки, особенно это касается, кто берет кобелей. Если ты не лидер для собаки, она тебя не будет слушать и не будет тебя уважать. Она относится прежде всего к тебе как к вожаку, если не будет относиться, все, контакт потерян. Брать щенка, растить его, вкладывая силы, средства, время – дело хлопотное. Об этом не понаслышке знают заводчики. Как правило, сами практикующие охотники. Олег Пестов занимается разведением собак уже много лет. Я держал в свое время гончих, потом ектерьеров держал. Ну, как бы всегда в этой статье революционер, как бы хочется чего-то нового, вот попытался лайк держать. Показывает хорошие результаты, совершенно другая охота, чем с гончими, чем с ектерьерами. Говорят, лайка универсальная, собака, я бы сказал, тоже да, но все равно она более специализирована, на какой вид дичи ты ее натаскаешь. Взрослую собаку не рекомендую никому брать. Все равно она уже со своим устоявшимся характером. Любую, без разницы. Я держал, 8 месяцев мне дарили собаку. Все равно ты должен с детства, как и, скажем так, тот же ребенок. В нашей области в охотничьей среде наиболее распространены лайки и гончие. Вторых более 30 лет содержит Михаил Каратаев. По моему характеру мне ближе к гончие. В основном работают по зайцу, по лисе. С гончими редко по одному охотятся, обычно охотятся компанией. Поэтому и собираются несколько человек на охоте, охотимся. И сами-то собаки, они общительные такие, они доброжелательные, ласковые. Никогда на человека не набросятся, ничего, да и вообще к ней надо подход собачке. Не всякая собака, она сразу пойдет и начнет гонять, ее надо натаскивать. Раньше старики говорили, если ты не был с собакой, 40 утренников в лесу, значит, она у тебя не подготовлена. Значит, надо утром встать пораньше, не днем идти, когда уже солнце встало, а вот именно утром пораньше, когда от зайца еще следы, он же заяц ночью гуляет. И вот следки-то еще, как говорится, не остыли, чтобы собачка молодая, легче было поднимать зайца. В классическом представлении взрослая гончия – рослая собака. Это на выставке вызывало всеобщее умиление, больше походило на щенка гончий. Пообщавшись с хозяином юта, узнали – полуторгодовалая, фактически уже взрослая собака принадлежит к эстонским гончим. От обычных отличается ростом, но ничуть не уступает им в рабочих качествах. Выведена она была от гончих пород, но специально меньше размером, потому что Прибалтика и Европа, когда охотятся гончие, они часто сбиваются на оленей. Вот эта порода была выведена специально, чтобы не могла оленя брать. Она специально именно от по зайцу, поэтому меньше. Рабочих качества те же самые, как у гончих у всех, но есть один плюс для нашего местности. Но он как плюс, так и минус является, потому что по большому снегу она не может идти. Когда снегу очень тяжело становится, она не может идти. То есть вот больше 20 сантиметров выше снежный покров для нее уже проблемно. Но есть огромный плюс. В зимних условиях, особенно после Нового года, русские пеги, русские гончие уже не могут охотиться, потому что они очень большие и проваливаются в снег. А мы охотимся очень хорошо, когда бывает сильная откипель, а потом заморозок и наст. Она по насту, вот с ее размерами и весом бегает прекрасно, она не проваливается вместе с зайцем. В настоящее время у охотников и у собак период отдыха. Весной, в начале лета в лесу зарождается новая жизнь. Не рекомендоваться с собаками таких зверовых пород, особенно с лайками. И выходить в угодье, потому что это период родножения, период вылупления птенцов, насиживания кладок. И собаке наносит очень большой ущерб окружающей среде, птицам, молодым зайцам. Сейчас в лес с собакой лучше не выходить, чтобы осенью было больше дичи, чтобы больше выжило, сохранилось. И осенью была более интересная охота. На этой выставке судей, оценивая экстерьер, присудили 33 награды. Один малый и 16 больших серебряных жетонов, одну малую и 12 больших серебряных медалей, а также три малых золотых медали.